Я разрешаю выложить данное видео, открытый видос. Спасибо. И переходим к решению задачи. Берем матрицу А, умножаем на вмешательство В. Пишем А умножить на В. Дальше вместо А пишем матрицу, вместо В пишем столбик. Дай равно. И выполняем умножение. Равно. Вы помните, как умножать с матрицы на матрицу? Не помню. Очень жаль, потому что мы ходили в прошлом семестре, и это уж как элемент образования. Вот как умножение столбиков, которые в школе... А вот только пример, он поставишь. Да. Да, это детство. Хорошо. Замечательно. Раз с вами познакомился. Так. Значит, строчка на столбик. Строчка на столбик. То есть, вот, выполняем. Подождите, обведите вот в этой матрице строчки. Нет, нет, не есть тут ничего. Вот там, где написано в матрице минус 8, обведите минус 8 и шестерку есть. Минус только, чтобы было видно. Куриц, куриц. Вот. И вторую строчку обведите. Вот это строчки. А столбики обведите в столбик. Нет, 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 там 7, 1. Вот так. Теперь мы будем умножать строчки на столбик. Когда строчка умножается на столбик, берется первая цифра, минус 8 строчки, умножается на первую цифру в столбике. Это будет минус 8. Ну, хорошо, тогда квадратную строчку поставьте. Вот на верхней позиции. Минус 8 умножить на семерку. Дальше. Вторая позиция в строчку умножается на вторую позицию в столбике. Нет, после семерки поставьте плюс. То есть умножить не на 7, а на 1. Потому что вторая на вторую. То же самое делаем со второй цифрочкой. Так, на семерку. Так, значит, значит, а почему 0 на 1? Нет, не 0 на 1. А минус 2 на 1. Минус 2 возьмите сколько? Так, дальше напишите равно и произведите вычисление. Семь на восемь, сколько? Так. Ну, шесть, так. Так, дальше. Еще раз, окончательно сколько это будет? Минус 2. Минус 2. Вот можно ли получить вектор минус 50 и 2, умножив на какое-нибудь число вектор 7 на 1? Нельзя. Поэтому пишем равно. Точнее, не равно пишем. Не равно. Потом ставим буквку лямбда. Лямбда. Буква лямбда. Как пишется на своей лямбде? Как длина волны. Да, только вот... Там лишнее от старого стало, вот это вот, вот так. Все нормально. Вот так. Ну, сверху кончик можно загнуть немножко. Вот так. Умножить на столбик 7 на 1. Значит, в первом случае ответ отрицательный. Не будет собственный вектор. Пишите слова. Не собственный вектор. Так, хорошо. Это еще не все. Значит, есть еще пункты. Продолжение следует. Ну в дальнейшем можно не обводить Если вы это понимаете То можно от этого не играть То можно от этого не играть Так А почему минус 8? Так Получилось минус 5, минус 5 Можно ли придумать цифру На которую можно умножить вектор 1,1 Чтобы получился вектор минус 5, минус 5 Какая цифра? Вот напишите, равно минус 5 умножить на столбик 1,1 Так, внизу пишем, что это собственный вектор Собственный вектор матрицы Да, а где-нибудь слева добавляем лямбда равно минус 5 Лямбда равно минус 5 Лямбда равно минус 5 Нет, там не видно, как стоит Лямбда равно минус 5 Это называется собственное число Попишите собственное число Попишите собственное число Вот, ну там еще какие-то пункты есть? Но мы сделать этого не будем Потому что, в принципе, я думаю, понять Потому что, в принципе, я думаю, понять Как это сделать? Субтитры создавал DimaTorzok